Здравствуйте! С вами программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях Сергей Пестов, генеральный директор автономной некоммерческой организации, это интернациональный центр спасения детей от киберпреступлений. Сергей, информационным поводом для нашей встречи послужило то, что центр спасения детей от киберпреступлений присоединился к конвенции, к глобальному договору ООН. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за такой глобальный договор и с какой целью вы решили присоединиться. Значит, у нас эту идею нам как бы подсказали давно на общественной палате. Мы встречались с представителями организации на конференции ТАСС последней. Подписание этого договора соответствовало нашим принципам, тем принципам, которые мы уже продвигали, сделали большое количество, провели большую работу именно по правам человека, по правам ребенка в частности, значит, по борьбе с коррупцией. Коррупция ведь это не только когда, допустим, идет какая-то передача денег, еще что-то. Коррупция может быть и латентная. То есть сокрытие преступлений, значит, нежелание возбуждения уголовных дел, то есть то, что мы часто принимаем участие и помогаем людям в этих ситуациях, когда не возбуждаются какие-то определенные уголовные дела, когда не защищаются права именно и родителей, и детей. Соответственно, против вот этих всех вещей мы боремся. То есть два основных направления для нас мы указали, что будут глобальными. Это защита прав людей из всех четырех, да, и, значит, конкретно борьба с коррупцией. В целом, киберпреступность особенно в отношении детей. Почему эта проблема стала такой актуальной в последние годы? И, может быть, расскажете о тех наиболее распространенных киберпреступлениях, в зоне риска которых находятся дети наши? Ну, понимаете, дело в том, что, наверное, за последних два года, вот мы отметим, что пошло положительное движение, что мы начали об этом говорить. То есть до этого пробовали сказать некоторые общественные деятели, политические деятели, в том числе, вот, допустим, депутаты Государственной Думы, на эту тему говорили, но не были услышанными. Когда мы начали в рамках работы своей, как общественной организации, еще без регистрации государственной, да, как просто общественники, согласно 82-го федерального закона, создали организацию, из-за родителей которых дети погибли, и начали вот именно движение против гибели детей в России, да, вот, оказалось, что эта проблема глобальная, проблема гораздо шире, она касается не только вот тех моментов, что детей, как бы, зомбируют и оказывают на них влияние в интернете. Проблема оказалась шире, она касается воспитательных процессов, значит, проблемы, которые социального уровня, да, которые должны, как бы, решаться. И мы столкнулись с тем, что это проблема не России, это проблема всемирная. Когда к нам обращались журналисты с других каналов, Интерпол обращались, мы показали ту ситуацию, что она сложилась, и уже мы стали последствием, Российская Федерация, того, что, как бы, подготавливать. Это целевая атака на наше государство в определенном мире, на нашу молодежь была совершена. И очень правильно, что со стороны правительства этому стали уделять внимание. Значит, ключевым моментом мы для себя, как бы, делаем тот момент, когда встретились с Александром Ивановичем с Бастрыкиным, главой Следственного комитета, на личной встрече после личного приема. В дальнейшем он нас пригласил на совещание Координационного совета, при нем, да, созданном. Мы участвовали непосредственно в изменениях статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, в принципе, добились то, что, как бы, хотели добиться. Значит, самое серьезное наказание идет до 15 лет за склонение, за демонстрацию, объяснение несовершеннолетним тех депрессивных, суицидальных вещей, которые, как бы, нежелательно показывать. Вообще нельзя, запрещено показывать законом. Это вот как раз после внесения поправок, да? Эти поправки внесли, да. Мы участвовали в Общественной палате Российской Федерации, именно в нулевых чтениях по этим поправкам. Значит, наше предложение вносили конкретно непосредственно по этой статье. Вот. И предложения, соответственно, мы главе Следственного комитета тоже передавали, и они, как бы, были реализованы на самом деле. И самое, вот, допустим, в Израиле наказание было 20 лет, у нас сейчас 15 лет до склонения. В общем, есть уже положительный момент, начинает нарабатываться определенный опыт, да, ведения уголовных дел. Но законодатели столкнулись с другой проблемой, что это не в чистом виде склонение ребенка к суициду, а больше убийство. Потому что, если исследовать те мотивы, которые преследует преступник, мы понимаем, что он преследует цель убить человека. Соответственно, исходя из его целей, ну, вот, по аналогии, преступления в отношении половой неприкосновенности, да. То есть, о каких видах преступлениях мы можем говорить? То есть, в отношении детей, в отношении половой неприкосновенности, большое количество, значит, преступлений регистрируется по всему миру, это тенденция во всем мире. Значит, дальше буллинг, травля, да, она этой части сейчас глобально в Европе тоже, как бы, уделяет внимание. Значит, вербовка в террористические организации тоже глобальная проблема, потому что подготовка каких-то радикальных националистических взглядов, значит, сталкивания людей лбами, да, это очень страшные вещи, которые происходят, действительно, не происходят в сети. Мы вот сделали в последнее время анализ, мы тоже не сидим на месте, как бы, мы определенно делаем специалитеты, то есть, проходим подготовки, обучение и так далее. То есть, у нас есть специалисты, вот, в частности, вот, моя специализация, я сейчас повысил свою квалификацию именно по международным отношениям, религиовидению и конкретно борьбе с экстремизмом и терроризмом. Это серьезное направление, это, в общем-то, при Академии Президента прошел подготовку, вот, и сейчас, вот, в дальнейшем мы, как бы, вот, этой части тоже уделяем большое внимание. Вот я недоговорил о преступлениях. Значит, если рассматривать, как вот, по аналогии с преступлением в отношении половой неприкосновенности, мы никогда не изучаем, что испытывал ребенок. Мы смотрим то, что предполагал преступник и сделал. То есть, оценим его действия. Здесь, в этой же ситуации, исследователи тоже столкнулись, что если исследовать вот эту часть и смотреть, что подвело к конечному результату, почему ребенок погиб, он находился под влиянием. Под тем влиянием, из которого он не может выходить. Мы наблюдаем, к сожалению, это ежедневно. То есть, это и продолжается, и процесс небыстрый, скажем так, локализации этого всего. Это вещи, которые необходимо реализовывать. У нас есть проекты, которые мы готовы под реализацию сделать, под финансовую, да. То есть, там действительно программы, которые интересные были бы для реализации. Будет финансирование, мы их реализуем. Нету, мы делаем то, что мы можем. Но мы делаем это профессионально. То есть, если нам не хватало профессионалитета, мы начали его получать. И это правильно, потому что, ну, скажем так, нельзя быть профессионалом во всем. Если ты чем-то начинаешь заниматься, значит, нужно быть узким специалистом. Чем уже квалификации. Чем глубже, качество. Да, качество, да. Качество специалиста. Соответственно, вот нельзя всем заниматься. И в итоге, вот мы когда смотрим, работаем по киберпроступлению, у нас работа идет ежедневно. У нас сидят определенные волонтерские группы. Здесь тоже не все так гладко. Дело в том, что часть волонтерских групп как бы вовлекает альтернативных, да. Они говорят, что мы спасаем детей. Во-первых, с ребенком нельзя вступать в диалог. Это однозначное правило наших волонтеров. Потому что отпугнуть. И вовлечь наоборот. То есть мы как бы советуем... Создать такую агрессивную реакцию, которая в обратную сторону подъездит. Вот мы вернемся к тому случаю, что произошло. Да, в Ивантиевке. Почему это произошло? То есть накануне я почему-то мониторил, у меня вопрос был убить учителя. То есть я задал этот вопрос, то есть в рамках мониторинга. Меня выдало 29 групп накануне. В социальных сетях? В социальной сети. Вот то, о которой мы сейчас ведем речь. Именно эта социальная сеть, 29 групп. То есть целенаправленная была подготовка. Уже подготовка людей. Ну как, убить собаку, убить кошку, убить человека, ненавижу там всех и так далее. Все это формирует и как ком складывает вот это вот сознание. То есть у нас получается ребенок в рамках того, что на сегодняшний день он очень быстро получает информацию. Для него источник получения информации перестает быть авторитетом. Объясню как. Если раньше мы ратовали за институт учительства, учителя у нас были на первом плане. Вторая мама. Да, вторая мама и так далее. Престиж. На самом деле это очень правильно. У человека всегда должен быть учитель. Либо он сам должен быть себе учителем. То есть если человек имеет мечту, он сам себе учитель. Он идет по этому пути, он сам себя обучает, подготавливает и использует ту информатику, которую необходимо ему получить для достижения цели. Если есть учитель в жизни, это очень хорошо. То есть человек, который с опытом может поднаправить и так далее. Отрицание института учительства у сегодняшней среды молодежи – это норма. Потому что информация достигается легко. И перед ним тот человек, который имеет жизненный опыт, они не стараются это воспринимать. Они говорят, да какая разница, что мы вам в Яндексе сейчас две секунды задали. В итоге у них отсутствие фундаментальных знаний, отсутствие уважения, формируемое неуважением уже к учительству. Соответственно, потом переходит оно к неуважениям к родителям, к семье и все. И получается такая и вседозволенность, и я суперчеловек, сверхчеловек. Сверхчеловек. В итоге… Медшанство. Да, плюс ко всему, если еще добавляются те моменты, которые помогают формировать. Это вот, допустим, игрушки, которые вырабатывают агрессию определенную. Плюс та информация, которая находится в свободном доступе. Игрушки, вы имеете в виду, опять же, киберсфера. Киберсфера, да, компьютерная, которая пропагандирует это насилие. Вот если, опять же, брать одну из игр, GTA 5 последняя. Очень популярная, да. Беги или умри, да. То есть, основа была вот этого движения, которое было в определенное время. Когда нужно было доказать свою крутость перед сверстниками и еще что-то. На самом деле это полная глупость. Это рулетка. То есть, нас приучают детей сейчас к русской рулетке. Выстрелит, не выстрелит, выстрелит, не выстрелит. Такое поведение является суицидальным. Почему я могу об этом говорить, и тоже прошел специалитет. Это уже в другом университете. Именно специально по этим вопросам. Для того, чтобы очень четко отделять, правильно ли я мыслил. То есть, я должен был понять вот эти все факторы, насколько я вижу практику, да. Насколько объективно представление. И насколько объективно представление. На самом деле, большое, скажем так, наверное, влияние здесь оказывает и наше участие во взаимодействии с Академией ФСИН. Да, там профессорский состав, мы с ними общаемся. Они периодически нас приглашают тоже на какие-то определенные конференции. Вот, значит, АПК город, да, то есть 112 МЧС нас пригласили недавно на конференцию. Там участвовал замминистра по чрезвычайным ситуациям. Мы обсуждали, вот, они очень узко сначала, вот, камеры там, так далее, безопасность. Я выступал, мое выступление было именно посвящено то, что губернаторы должны, наверное, все-таки консолидировать всех силы. То есть, общественные силы, первое, да, и силовиков, потому что нет взаимодействия. В рамках того, что не заключены, допустим, договора между определенными ведомствами, такого четкого взаимодействия не происходит. Плюс отсутствие информации. Одно ведомство с другим не поделилось. И получается, что в каких-то важных ситуациях не происходит пробелы. В итоге, наверное, такие вот вещи, как бы, вот нужно, да, создавать. Именно участвовать в воспитательном, в первую очередь, моменте, да. То есть, мы должны детям показать, насколько очень важно любить свою землю. Насколько важно любить свою семью. Дети не должны сидеть и упираться в один экран. Они должны увидеть этот мир и начать жить с ним в гармонии. То есть, через гармонию понимания этого мира, то есть, когда вот мы выходим в лес, да, общаемся с людьми. Вот это жизнь. То, что экран... Да, мы слышим от своих родителей, почему Пришвины и Паустовские так любили этот самый лес, за что они его любили. К сожалению, Сергей, у нас время подходит к концу. Мы подняли с вами сегодня очень сложный вопрос. И в очередной раз убедились в том, что взаимосвязь с остальными проблемами. То есть, все проблемы – это большой комплекс, который надо решать. Да, и взаимодействовать. И прежде всего, социальная ответственность в наших руках, в руках каждого из нас. Да, если мы будем подходить именно, что я сегодня должен для себя это сделать, да, я должен себя где-то, можно даже иногда пересилить, потому что это не все легко дается. Это непростые проблемы. То есть, сегодня, если я себя не заставлю, то завтра я себя потеряю. Вот нужно, наверное, вот по этому принципу идти. И показывать своим примером нашим молодым людям, насколько мы можем быть все-таки сильными, боевыми, да. И вот личный пример он должен как бы вести, наверное, за собой. У нас в гостях был Сергей Пестов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Интернациональный центр спасения детей от киберпреступлений». Спасибо, Сергей, что пришли к нам. Думаю, еще не раз с вами встретимся, потому что вопросов много возникает и у телезрителей, и у нас, и актуальных много проблем, о которых надо говорить, важно говорить. С вами была Марина Комиссарова и программа «Городские встречи». Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова